привет сегодня мы ковыряем биток оксимирона из трека ойда и меня по-прежнему зовут стас гарфпрод и давайте стартуем пока это еще законно 170 bpm темп на сегодня и добавим мелатрон если мы нажмем fx откроются дополнительные эффектики и флейты которая нам нужна открывается стандартным пресетом мелодия звучит так мне хочется сделать звук более коротким они таким супер длинным поэтому добавляем сустейн и релиз дикеем выставляем нужную нам продолжительность типа шикарно еще флейта супер-пупер моно и мы можем сделать ее пошире методами мелатронно с помощью ротари спикера для этого просто драйвы от поднимем немного тональность трека вроде как а-шарп минор для диез минор а мелодия звучит типа вот так вот добавляем еще вот эту нотку вот так и добавляем gms как всегда как всегда я без понятия что там был использован за звук я стараюсь подобрать что-то максимально похоже и сделать все максимально прикольно так что gms и мне показалось что похоже звучит педы вот этот второй пресет но пока звучит не похоже мы его переделаем атаку убавляем звуки мы будем реверсить именно для этого я вот это все сейчас и настрою дикей давайте тоже где-нибудь 50 процентов сделаем убавим релиз до 10 процентов чтобы звук был очень типа без хвостика voices на максимум стерео на максимум звук стал гораздо более широким красивым богатым теперь пропишем мелодию на синте которую мы напоминаю будем реверсить звучать она будет типа как то так еще добавятся нижние нотки c sharp f вот так потом вот так вот так но она звучит не очень богато также можем прописать вот еще нижние нотки которые возьмем просто с флейты вот наш парт синта выделяем control alt-c старт и получаем вов файл можем сразу лезвием его нарезать на половинки баров потом зайти вот сюда нажать реверс но поскольку у нас все развернулась то есть конец стал началом нам нужно все это развернуть в обратную сторону и что вот этих звуков не было нам нужно вот это все немножечко сократить и здесь включить не generic давайте smooth теперь нам нужно сделать такой же паттерн только на октаву выше потому что во вступлении там с флейтой ну короче я все покажу попозже так что берем вот этот звучок делаем его уникальным его назовем давайте синт хай обратно его раздвигаем так сказать снова нарезаем и снова разворачиваем шикарно только теперь в настройках нужно выставить stretch поставить раньше на 12 и задрать пичу ну и как обычно как только этот видос набирает 3000 лайков проект который получится в итоге этого видео окажется в моем telegram канале где в общем-то лежат все предыдущие проекты если ты хочешь самостоятельно поковыряться в этом проекте максимально быстро то также максимально быстро ставь лайк под этим видео и уже очень скоро этот проект ты сможешь скачать у меня в telegram канале по ссылочке в описании либо по qr-коду на экране и не забудь кстати на него подписаться теперь нам нужно взять нашу флейту так сказать схватиться за флейту обеими руками можно сказать тоже выделяем control alt c чтобы опять же взять ее вот так и развернуть точно также нарезаем ее на половинки баров и точно также разворачиваем и точно также заходим сюда и ставим smooth в настройках где clicking мода и точно также подкорачиваем немножко хвостики и для флейта нам тоже нужно альтернативное звучание только она будет не высоким а наоборот низки так что тоже вот этот кусочек жмем делаем уникальным и назовем его флюте love также раздвигаем до начала и также нарезаем и в настройках моде ставим stretch в рейнже ставим 12 и убавляем ну и чтобы нам было подо что выставлять ударные давайте быстренько сделаем звучание синту низкому для этого нам понадобится дёте фильтр бесплатный плагин которая делает вот такие вещи уже почти то что нужно только драйв нужно убавить и еще slow можем задрать и немножко приоткрыть фильтр и немножко срезать самый низ но мне кажется самая главная фишка здесь будет это кхз ensemble ставим voice 15 и я наверное поставлю sign здесь и чтобы получить такой стерео эффект давайте микс немножко убавим под это уже в общем можно выставлять ударочки и как обычно напоминаю что недавно у меня вышел принципиально новый большой видеокурс по битмэкингу fl studio 20 который отлично подойдет новичкам то есть даже если ты ни разу не открывал fl studio по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит видеокурс стоит 4290 рублей и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать напишите мне ссылочка на меня есть прямо под этим видео в описании так что напишите мне прямо сейчас закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки вот такой вот нехитрый набор ударных стартуем как обычно самого сложного это клэп и вот так потом к нему добавим при лейрим так сказать снэр можем нему подкоротить немножко хвостик и немножко сделать его повыше естественно убавить чтобы он просто создавал немножко базы для нашего клэпа потом у нас есть вот такой вот жампер немножко его подкрутим еще конечно ему немножко открутим икью добавим буста и конкретно дадим стерео делая потому что он будет настолько супер мега дополнительным играть он будет типа вот так вот чуть пораньше чуть погромче наверное раз в четыре такта вот так отлично еще спейси вот этот с большим-большим перевер вам у нас клэп так что давайте включим ему нормалайз и сделаем дикую вещь подкрутим сэмпл старт чтобы от него остался в основном реверберационный хвост еще мы можем включить ему элла фол на панораму атаку в 0 и маунт как-то вот так и спит по моему звучит довольно таки хайпово так что давайте вставим его на каждый второй снэр только поскольку мы отпилили ему самую атаку поставим его чуть-чуть попозже от клэпа хай-хеты этому хай-хету мы сильно-сильно подкрутим стерео делай потому что он там сильно-сильно расширен у него сделана прикольная штучка типа ты тут я думаю я идеально просто объяснил и вот здесь вот такая штучка типа того только переходим fine pitch и делаем типа вот так вот так вот так вот а после этого играют абсолютно нормальные звуки которым нужно вернуть нормальный пич вот такой вот и потом ты тут он потом снова вот так вот потом стала тут-то тут он повторяется и потом в конце в конце вот этого паттерна вступает по моему вот этот хай-хетик возможно мне это почудилось а возможно нет потому что у нас там есть супер мега стерео хай-хет и в конце паттерна вступает такой более моно хай-хет ну и конечно же кик я использую сочетание вот этих двух киков потому что вот этот стерео а там кик 100 пудов стерео играть он будет буквально столько вот этого не будет и вот этого не будет потом вот так вот а в конце вот этом теперь control c control в на бёрзды кик когда мы сочетаем два кика между собой и делаем вот этот лейеринг великий то нужно посмотреть как они будут лучше звучать один можно реверснуть то есть типа реверс полярити сделать с реверснутой полярити он явно лучше звучит и давайте уже убавим этот клэп ну и пришло время для великого ужасного 808 конечно же нужно ему включить кататься в потому что стоит мне в одном видосе не сказать проката целых как не на стримы начинают присылать биты в которых к это self не включен потом как-то вот так потом как-то вот так control b потом как-то вот так здесь у нас пдум играет этот пдумка звучит вот так берем лезвие и типа вот так а в конце у нас не вот это все а вот это все вот так вот так и вот так весь паттерн удар на готов нет вру не весь у нас же есть еще закрытые х это второй вариант так что делаем копию этого паттерна и из них убираем вот этих этой один убавляем очень сильно control b и главное вовремя отпустить ой конечно ему можно подключить немножко shift а ну раз то что досмотрел воды конкретно вот этого момента видео то скорее всего она тебя чем-то зацепила а это значит только одно тебе просто необходимо подписаться на мой канал потому что другие мои видео тебе точно также понравится как этот а если ты подпишешься на мой канал то ты будешь получать уведомления о моих новых видео от этого мы выиграем оба у меня будет больше зрителей а ты посмотришь интересные видосы так что прямо сейчас подпишись на канал поставь колокольчик сделает а мы продолжаем все начинается у нас синта хай из флюте лоу на синт хай мы точно также кидаем дёте фильтр вот так тоже убавляем драйв на флюте лоу нам тоже нужно закинуть энсэмбл с практически такими же настройками еще я хочу на него повесить rc20 и чуть-чуть в спейса и вив пошире и давайте сюда тоже капельку энсэмбла у нас везде будет энсэмбл сегодня только тут настройки сделаем более мягенькие высокий синт нам нужен для контраста потому что он будет таким маленьким и узким потом вступит низкий синт который таким большим и широким будет после этого куска вступает также лоу флюте но к ним добавляется синт лоу стало побогаче но не то что мы можем сделать синтом лоу конечно же бахнуть на него half time вот так вот микса чуть-чуть буквально и вместо одного бара попробуем одну вторую попробуем одну четверть одно и то же оставим одну четверть после этого у нас идет что то же самое только с другим хэтом после этого идет кусок с флюте хай тоже отлично играет на контрасте на группу инструментов я наверное закину фаб фильтр сатурн чуть-чуть приберем вниз и warm tape поменяем на clean tape еще мне хочется чтобы они все-таки были чуть-чуть пошире для этого воспользуемся озоне и майджером как-то натыкаем бэндов как-то вот так вот так наверное и без включения стереоайза немножко добавим сочетание лоу баса инструментов басец нужно убавить на бас я все-таки хочу закинуть little radiator но с очень слабенькими настройками но есть нужно отключить хита добавим нет оставим столько сколько было и микс убавим и на лоу бас я наверное все-таки закинул new fungling saturate ничего трогать не буду только авто поставлю нет потрогаю конечно клипер шейп чуть-чуть убавлю подбустим все это на клипере на мастере еще наверное все-таки я сделаю канал рвр то есть канал с реверберацией также задираем просто низ как обычный ей после нее поставим один стерео control чтобы включить сейв бас как-то вот так и немножко расширить эту реверберацию и сейчас все по чуть-чуть на нее отправим на ударные скорее всего сатурн и наверное tape clean tape и клэп уж больно у нас далеко сзади ах это очень спереди как-то вот так немножко низ я приберу все-таки главному синту чуть он больно он басит высокую флейту тоже немножко в ревер как-то вот так еще на нее немножко rc20 вот такое вот звучание и в целом может показаться что тут очень много обработок потому что типа вот смотрите почти на каждом канале есть эффекты но по факту что это такое типа простенький хорус простенький фильтр то есть никаких специфических там сложных вещей вот rc20 самое сложное что тут есть из обработок просто сделал нормальный баланс на мастере стоит один вот клипер с вот такими тоже простыми настройками что мы поставим туда озон но по факту звучание уже получилось довольно неплохое и в том числе вот этим этот бит и показался мне максимально интересным что он супер минималистичный но он очень прикольно звучит я бы хотел сюда поставить еще винтаж лимитар перед максимайзером и из обработок я бы хотелось сюда поставить и майджор и на нем наверное попробуем давайте джентль вив вас вылезает надо вы не углубить аналог глю чуть-чуть убавим threshold а на максимайзере какие-то вот такие стандартные мои настройки то есть просто немножечко разогнали громкость вот этих их это нужно немножко прибрать и дать им чуть больше ревера и вот таким вот получился биток напоминаю что когда 3000 лайков проект будет в телеграм-канале также напоминаю что у меня недавно вышел большой принципиально новый видеокурс по битмекингу fl studio 20 который отлично подойдет даже самым-самым-самым начинающим битмекерам чтобы узнать о нем подробнее напишите мне ссылочка в описании ну и конечно если это видео понравилось обязательно поставьте ему лайк потому что тогда его увидит гораздо гораздо больше людей от этого мне будет очень приятно ну и конечно подпишитесь на канал если вы этого еще не сделали а на этом у меня на сегодня все пока увидимся да навалил навалил от себя тины как обычно но я надеюсь ради этого вы меня и смотрите да пока